С 24 февраля 2022 года Земля больше не вертится вокруг Солнца. Она вертится вокруг Украины. Ты можешь сидеть в обычной львовской кофейне, а за соседним столиком раздает автографы одной из самых знаменитых и сексуальных женщин мира. А прогуливаясь улицами Киева, не удивляйся, если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, с недавних пор Джан Санюк, из «Крови и плоти» спросит у тебя, как дела? А еще можно включить первую за почти 30 лет новую композицию от давно распавшихся легендарных Пинк Флойд и услышать это. Пока большинство российских якобы звезд трусливо отмалчивается, а то и открыто поддерживает кремлевского карлика, террориста и его шайку, люди, которые на самом деле заслужили называться звездами, собирают для Украины помощь, не боятся приезжать в воюющую страну, записывают дуэты с украинскими исполнителями и посвящают свое творчество трагическим украинским будням. Как говорят мемы в интернете, пока с нами Камбербэтч, с ними Басков. Как только Россия вторглась в Украину, сотни, если не тысячи звезд изо всех уголков мира сразу же оказали моральную и материальную поддержку пострадавшей, да и, откровенно говоря, вечно страдающей от безумного соседа стране. Весь западный бомонд знает, где находятся Буча, Бородянка, Мариуполь, Краматорск, Харьков и что с ними сделал так называемый русский мир. Всемирно известная американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли с недавних пор знает еще и как выглядят глаза украинцев, которые потеряли все, в том числе близких. И что чувствует каждый украинец, когда включается та самая невыносимая сирена. 30 апреля интернет взорвали многочисленные видео с Анджелиной Джоли. Неожиданно одну из самых авторитетных звезд Голливуда заметили в обычной львовской кафешке. Актриса по собственной инициативе решила посетить Украину, которую поддерживает с первых дней войны. Джоли лично встретила беженцев из Покровска на Львовском вокзале, пообщалась с пострадавшими украинцами, поблагодарила волонтеров и врачей, которые спасают жизни и психику людей, выбравшихся из ЭДА. И, конечно же, многодетная мать очень много внимания уделила украинским детям, в том числе тем, которые пережили ракетный удар по ЖД-вокзалу Краматорска. И пока Энджи мило играла с маленьким украинским ребенком, на России подгорало. Яра фанатка русского мира Тина Канделаки в своем телеграмме написала следующее о визите Джоли в Украину. Первый раз, когда меня тошнит при виде Анджелины Джоли. Я искренне не понимаю, почему Анджелина Джоли или Шон Пен не приехали в ДНР или ЛНР? Почему ни одного западного артиста не взволновали гибнущие все эти годы люди? Кстати, голливудского актера и режиссера Шона Пена Канделаки упомянула не случайно. Как и Джоли, он знает, а так называемые спецоперации Кремля не из интернета и зомбоящика. В первые дни Пен находился в Киеве. Накануне вторжения России он приехал в украинскую столицу снимать документальный фильм о российской оккупации Донбасса. В режиме реального времени режиссер увидел кровавое продолжение своего еще не снятого фильма. Как и миллион украинцев, Шону Пену, лауреату Оскара, вместе со всей его командой пришлось в попыхах бежать в Польшу. Там вместе со своим благотворительным фондом он начал активно помогать украинским беженцам. А уже через месяц знаменитость снова пересекла украинскую границу. В конце марта Пен приехал во Львов вместе с представителями благотворительной организации КОР, сооснователем которой он является. Сегодня я был во Львове вместе с командой КОР, разрабатывая стратегию с местными властями и неправительственными организациями по расширению наших программ в стране. Пожалуй, не... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Впервые за семь лет воссоединилась культовая британская рок-группа Pink Floyd. И все это ради Украины. И ради дуэта с солистом украинской группы Boombox Андреем Хлывнюком, который, как и многие украинские звезды, защищает свою страну на фронте. В первые дни полномасштабного вторжения России Андрей записал любительское видео, в котором исполняет гимн сечевых стрельцов «Ой, улузи, червона колына». Ролик стал по-настоящему вирусным и разлетелся далеко за пределами Украины. О легендарных Pink Floyd Наш Хлывнюк вдохновил тряхнуть стариной и снова написать музыку. Хотя подобным они в последний раз промышляли аж в 1994-м. Главным инициатором творческой поддержки Украины стал один из лидеров Pink Floyd Дэвид Гилмор. Артист особенно проникся трагическими событиями. Еще и потому, что его невестка – украинка. И в жилах его родных внуков тоже течет украинская кровь. Мы, как и многие украинцы, чувствуем ярость и разочарование от этого подлого акта вторжения против независимой, мирной, демократической страны. Много людей были убиты одной из самых больших стран мира. Кстати, все вырученные средства от просмотров клипов обеих коллабораций идут на помощь пострадавшим украинцам. Но первопроходцем среди мировых звезд в поддержке Украины стала, пожалуй, сама Мадонна. В первые дни полномасштабной войны королева Апатежа выпустила ролик, в котором назвала Путина лжецом и сравнила его с Гитлером. Мадонна опубликовала видео в соцсетях и под ним призвала мир помочь Украине. Пожалуйста, отправьте гуманитарную помощь, чтобы помочь миллионам граждан Украины, которые пострадали от этого кризиса. Слава Украине! Героям слава! Не проигнорировали украинскую трагедию и прошлогодние победители Евровидения. Итальянская группа Maneskin записала песню в поддержку Украины и призвала своих фанатов помогать украинским беженцам. Множество мировых звезд поддержали Украину финансово. Кто только не отправлял деньги на нужды украинской армии народа. Британская писательница Джоан Роулинг, американский режиссер Стивен Спилберг, голливудский актер Леонардо Ди Каприо, да и сама королева Великобритании Елизавета II, даже футбольный клуб Реал Мадрид и многие-многие другие. И речь идет о шестизначных суммах. Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис и ее муж-актер Эштон Кучер пожертвовали Украине 3 миллиона долларов. Кроме этого, звездная чета собрала еще 30 миллионов долларов среди своих поклонников только в первые несколько дней войны. Я родилась в Черновцах, Украина, в 1983 году. Я приехала в Америку в 1991 году. Я всегда считала себя американкой, гордой американкой, но сегодня я как никогда горжусь тем, что я украинка. Одна из самых знаменитых супружеских пар Великобритании, а то и мира, Дэвид и Виктория Бекхемы отправили на нужды украинских детей более 1,3 миллиона долларов. Кроме того, легендарный футболист на один день отдал свою инстаграм-страничку главе Харьковского регионального перинатального центра Ирине Кондратовой. На протяжении дня Ирина показывала многомиллионной аудитории Бекхема все, что происходило в Харьковской больнице, пока сам Харьков безжалостно бомбила российская так называемая армия. Сын Виктории и Дэвида тоже не пасет задних. Свою свадьбу Бруклин Бекхем превратил в настоящий проукраинский аукцион. Парень и его невеста отказались от свадебных подарков, а взамен попросили гостей торжества жертвовать деньги Украине. Британские звезды, как премьер Борис Джонсон, в этой войне для украинцев стали настоящими крашами. Один из главных – душка Бенедикт Камбербэтч. Он неоднократно высказывался в поддержку Украине и даже вызвался принять у себя дома украинских беженцев. Миллиардер и меценат Илон Маск. Не вспомнить этого парня просто непозволительно. Скорее всего, он попадет в украинские учебники по истории. Маск подарил Украине Старлинк – высокоскоростной спутниковый интернет. И с первых дней войны Маск воюет за Украину в Твиттере. А 14 марта бизнесмен вызвал Путина на дуэль за Украину. Сам бункерный вызов, конечно, проигнорировал, а вот его шакалы вступили в перепалку с Маском. Первым стал глава Роскосмоса Рогозин. Дерзость американца тот прокомментировал словами русского классика. Ты, бесенок, еще молоденок. Со мною тягаться, слабенек. Это было ближе времени трата. Обгони-ка сперва моего брата. После Рогозина в бой пошла тяжелая артиллерия. Знаменитый интернет-воин, предводитель самых мощных тикток-войск. Кадыров вступился за хозяина Вадима Вадимовича и написал в своем телеграме, мол, Маску с так называемым «великим стратегом» и грозой Запада не тягаться. Поэтому тебе надо подкачаться, чтобы из Нежной Иллины стать брутальным Иллином. Предлагаю пройти подготовку в нескольких центрах Чеченской Республики. Дон. Долго ждать ответа Кадырову не пришлось. Спасибо за предложение, но такое превосходное обучение дало бы мне слишком большое преимущество. Если он боится драться, я соглашусь пользоваться только левой рукой. А я даже не левша. Илона. Меган Маркл и Принц Гарри Стивен Кинг Арнольд Шварценеггер Группа Квин Опра Винфри Мила Йовович Перечислить все, кто так или иначе поддержал Украину в противостоянии террористке России, пожалуй, невозможно. Это без преувеличения весь мир. За исключением, конечно, тех самых 140 миллионов населения Великоскрепной. Вот русским не повезло, таково им теперь слушать, смотреть и любить. Бузовых, Киркоровых да Петросянов. Какая страна, такие звезды.